Здравствуйте, дорогие любители вредной, но вкусной еды. Сегодня мы будем готовить котлеты. Такие котлеты... Советские, которые я люблю. Советскими их можно назвать только в том смысле, что, во-первых, готовить их будешь ты, а во-вторых, в котлетах, которые ты любишь, которые, как ты говоришь, нам давали в школьных столовых, отличительной их чертой был тот факт, что там было больше хлеба, чем мяса. Да, и это вкусно. Вот сегодня мы пойдем тем же путем, но только возьмем хороший фарш, хороший хлеб и хорошие овощи. Давай, мучи. Сейчас я их всех... Что делать-то? Чистить лук? Во-первых, хлеб. Что хлеб? Для того, чтобы котлеты были сочными. Ну, на. И с этим хлебным привкусом котлеты... Ой, яйцо чуть не разбил. Да, боже мой, как ты любишь. Нужно взять хлеб, срезать с него корочки. Корочки срезать? Да. Тоненько срезать корочки. Корочки, режу корочки. Не петь при этом. Я не могу не петь, я же работаю. Когда я тружусь, я как бурлак. Я должен петь. Эй, дубинушка, ух, не вов. Слышь, бурлак. Корки срезал? Срезал корки. Сложи сюда, пожалуйста. Давай. Теперь режь хлеб кубиками. Кубиками? По сантиметру примерно. Как в казино? Почему как в казино? Ну, размером. Небольшим таким. Я не знаю. У тебя откуда такие познания в казино? Не, ну как, кубики все бросали. А мы это называемые кости. А, кости, точно. Есть. Загребай. А, боже мой. Что? Не выйдет. Не, подожди. Я вот так. Черт. Чуть-чуть. Технологично. Технологично. Прекрасно. Теперь заливай молоком. Молоком. Меегорду. Заливай не в смысле, чтобы утопли. Наша задача превратить этот хлеб в кашу. Заливаю. Так. Стоп. Я могу пометь, что? Можешь. А что ты мне не даешь пометь? Не заслужил? Лей. Лей? Еще лей. Лей. Вот это твой секретный ингредиент в котлетах. Хорошо. Дальше что? Теперь фарш? Нет. Она еще должна постоять. Да, ты можешь пока почистить лук, чеснок и картошку. Картошку мы в эти котлеты тоже положим. Лук. Чистим лук. Черт. Как-то плохо чистится. Это нож неправильно, он большой очень. Мне нужен маленький нож. Возьми нормальный нож. Если хочешь. Я думала, это будет увлекательно наблюдать, как ты что-то делаешь. А что, разве не увлекательно? Видишь, я его чищу. Мне не хочется тебя выпереть отсюда и сделать самой. Я чищу, я чищу. Но я стою тут. Кто его раздевает? Прекрасно. Ну пока нет, пока нет. Пока до слез не довел. Нормально. Это сладкий лук молодой. С чего будет я довел? А, так прекрасно. А как его надо лезть? Мелко-мелко? Мелко-мелко. Как можно, блин, так делать не надо. Нормально. Вот примерно так. Сразу отправляем в фарш. Давай в четыре руки быстрее вытер. Давай. Не хотела ведь ничего, ни за что браться. Картоху чистим. Я дорежу лук. Ой, это я умею. Помыть ты ее не хотел бы перед чисткой. Чем же тебе так нравятся советские котлеты? Нежные воспоминания, которых ты хранишь по сей день. А, ну в армии всегда было котлетки. Это же было круто. Обычно было мясо белого медведя или прыгающим осел. Что? Ну мясо белого медведя это сало. А прыгающим оселом, на который можно вилкой надавить, он подпрыгивал. Ну, такой совсем не жующийся. Чеснок. Чеснок. Все, весь почистить? Да. Окей. Чеснок дело хорошее. Я помню наши столовские котлеты. Ну и что? Они были рыжего цвета почему-то. Наверное, из-за панировки. Нет, это были слезы. Рыжие? Да. Ну просто у поварихи были слезы и рыжие тени. Я не хочу развивать эту тему. Что делать? Жизнь, советская жизнь была сложна. Готово. Хлеб. Почти уже размок. Есть. Чеснок готов. Тащи терку. Есть такая у нас. Сначала, хорошо, сначала выложи вот эту, с позволения сказать, а сорву на молоке. Ну, куда? Отжать чуть-чуть хлеб надо. Ну. Выкладывай ее в фарш. Прям доставать руками и туда клачь? Прям руками доставать, да. Не сильно отжать, но чтобы вот лишнего молока там не было. Я говорю, отжать не сильно. Я не сильно, не сильно. Ты жмых какой-то делаешь. Вот так, да, нормально? Да, нормально, достаточно. То есть вообще нет. Да нужно, чтобы котлеты были сочными. Так я могу туда молокобукнуть? Нет, не можешь. Блин, засада. Делай, как я говорю. Я делаю, как ты говоришь. Я слово в слово, я слово в слово повторяю. Помнишь фильм про какую-то девочку страшненькую американскую? Она все время пела, ее все ненавидели за это. Не, не помню. Это Барбара Стрейзен, что ли? Не, не, не. Милашка, как там он назывался? Не важно. Это не тот фильм. Не тот? Нет. Так. Да. Поворотите. Картошку три. Три картошку. Опа. Вытрем картошку. Ну как, трется? Да, конечно. В поте лица. Картошка трется. Хорошо, что у меня нет оранжевых, оранжевой туши. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Готовить весело, а? Хе-хе-хе. Достанем все. Ни одной картошечки врагу не оставим мы. Упс. Все. А вот теперь отжимай. Да, и отжимай уже. Хорошо так отжимай. Картошку отжимать хорошо. Картофельный сок. И родина ща драпоила меня картофельным соком. Картофельным соком. Это белорусская песня. А я смотрю, у тебя к детству это нелегкое было, да? Хе-хе-хе. Э, куда ты льешь? Я не лью ничего. Ты льешь сюда, у тебя льются прямо отсюда. Это немножко пролилось. Так аккуратнее. Так все, тут больше нет ничего. Тут есть остатки. Свинство на кухне это отвратительно. Свинство на кухне отвратительно. Нет, почему? Если жареное свинство, то ничего. Хорошо, особенно ребрышки из свинства. Очень хороши. Когда я их карамелизую. Хорошо, свинарник. Так, что дальше делать, мешать? Ты еще не закончил. Че я не закончил? Чеснок надо выдавить. Давай. А где чеснок-давилка? Дадишь? У вас, друзья, может сложиться ощущение, что некоторые здесь не живут. Нет, живут. Просто ничего не знают. Ты очень любишь переставлять вещи часто. Я не успеваю. Я не переставляю. Да? Брошенная на пол рубашка, положенная в стирку, это не называется переставлять вещи. Это называется поддерживать дом в порядке. Это называется... Ну, я-то тоже, я же... Яйцо. Ха, бить. Не, ну выжми, если можешь. Я могу. Ты теряешься. Другой стороной ножа. Другой? А то он тупой. Ты портишь ножи. Таким образом. Нифига себе. Прекрасный, дорогостоящий нож. Все, яйца выбросил. Ага, соль, перец. Соль, перец по вкусу. Руки вымыть надо сначала. Ой, это далеко, надо идти. Правда, хорошо, я посолю сама. Ух ты, а не мало? Чего? Соли. На килограмм фарша? Я не знаю, я просто просил. Мало, будешь? А перец? А перец я положу. Пошел. Что, пошел? Месить? Месить? Перемешиваем фарш. Меси-меси. Месили-месили, месили, месили. Ну, вот так 5 минут месим. 5 минут? Да, 5 минут. Фарш должен быть эластичным и плотным комком должен у тебя в руках смещаться. Удобно большими лапами мешать. Уж не знаю. Мне удобнее твои имя. А как удобно мои лапы не втирать, например? Ой, вообще, твои лапы не так удобно себя делать. Уборка еще моими лапами, да? Ой, да, хорошо. Ты половину фарша уже съела, пока я тут мешаю. Ну, не вижу же тебе поджирать. Попробуй поднять его вот так весь целиком. Бросай. Нет, пока нет. Пару раз так бросил. Япс. Не могу весь собрать, он из пальцев полизать. Я прыгнусь, пожалуйста. Уа, круто. Круто, да? Это моя любимая часть смешивания фарша. Ба, круто. Во, во. Теперь он начинает уже быть похожим на, так сказать, на человека. Прекращаем это делать. Почему? Ну, немножко разлетелось. Потому что вся кухня у меня удела. Ну, немножко разлетелось. Что ты? Нет. В пылу страсти. Я тут это, немножко это. Не надо страсти. Надо чисто, чтобы было. Это московский Спартак. Мясо. Что делать дальше? Затягиваем московский Спартак пленкой и отправляем в холодильник на час. Ну, ладно, не на час, на полчаса. На полчаса. Не так у нас тут много... А это чтобы он настоялся, что ли? Конечно. Может, туда еще водки покрутить? Нет. Не, ну, чтобы настоялся. Он и так настоится. Какой водки? Что ты несешь? Не знаю. Тебе в школе поели водки, что ли? Этого, кстати, много и объяснило. Нет, в школе не было. Удивительно. Прошел час. Да ладно. Я и не заметил. Нет, нет, подожди. Прежде чем попирать ручонки, их надо пожарить. Пожарить надо. Давай жарить. Давай пожрем друг другу руки. Давай пожрем друг другу руки. Хе-хе-хе, давай. Технология простая. Ага. Берешь, делаешь котлетку. Отваливаешь ее в панировке. Это панировка? Это панировочные сухари. Да через край насыпай. И пониже опусти. Давай сковородку. Первое время, она должна быть очень-очень горячей. Так. Масло. Немного растительного. Растительного. Немного сливочного. Лепи. Вот так, нормально? Ты хочешь большие котлеты и маленькие. Ну вот такие, чтобы с ладошку мою. Нормальный же размер? Нет? Нет? Нормальный, нормальный, побыстрее. Нет, она должна быть ровненькой. Ровненькой она должна быть. Такой хороший, рыхлый фарш. Котлеты должны быть сочные. Вот, да? Лепил? Ага. Прекрасно. Теперь панируй. Панируй. Панируй не панируй. Так. Че? Наша задача... Ты же рядом сдержался? Сдержался? Да. Наша задача сделать так, чтобы котлеты на очень сильном огне обжарились на корочке. А потом мы огонь уменьшим, накроем крышкой и будем доводить. Вот так, да? Или еще надо? Обваляй так, чтобы не было видно ничего. Ничего? Не видно ни сги? Да. Чтобы не было видно мяса. Так, все? Нет? Еще? Ну как все? Не все вот. А что она такая плоская и огромная? Ну я не знаю, она пока я макал, она вот такая получилась. Вот, смотри. Вот, смотри. Не надо делать это, да, в свои руки. Не надо делать это. Прыжается. Конечно, это ж матро. Ну там же ты, а я-то тут, я в зоне повышенного... Эм, чего? Нет, я в зоне повышенного. А! Это я в зоне повышенного. В зоне повышенного риска. Что тут рассыпается у тебя? Я даже не понимаю, как это происходит. Нет, рассыпается у тебя, не у меня. У меня ничего не рассыпается. Так? Куда кидаешь? Клади осторожно. Я положил, вот даже принял. Тут только еще несколько лядных ответов осталось. Принимать не надо. Мне, друзья, видимо, ждет генеральная уборка кухни. Ну... После этого чудовищного, в своем ужасе. Я только рассыпал немножко сухарей и фарша, и все. Да, немножко сухарей, немножко фарша, немножко с маслом. Дальше лепить. И весь мир. Так, они горят. Бери лопатку. Лопатка. Лопатка у меня есть, лопатка. Переворачивай. Переворачивай. Которая первая, вот эта первая. Да. Очень осторожно, чтобы другие не подстрадали. Опа, смотри, как я классно перевернул. Да, 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 они уже начинают у нас гореть. Осторожно. Ну, ты развалил вторую котлету. Ну, что ты будешь делать? Да нет, я не могу на это смотреть. Тихо, 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 я ее, вон, поправил. Все нормально. Вот эту ты развалил. Да я видел, ну ничего. Без жертву возьми, если тебе тяжело, возьми жертву. Без жертву война не бывает. Это не война, это котлеты. Ничего. Какая война? Вкуснее будут. Не будут. Смотри, как она хорошо брякнулась. Брякнулась. Вот, видишь, я умею. Нет, ты не умеешь. Не умею. Возьми вилку. Зачем мне вилка? Затем, что... Просто все же не подлезешь. Поэтому возьми вилку. Горячо. О, господи, господи. Ну за что вы? Отличные котлеты, как в детстве. А да и какие же уродские. Ну и да, и правильно, они должны быть такие. Нет. Да. Теперь убирай огонь. Убирай огонь до минимума. Это минимум? Нет, это не минимум. А что это? Еще раз нажми. И накрывай их крышкой. Отлично. Все, ввали отсюда. Ура, все, готовы. Будем жрать? Чего? А гарнир-то мы забыли. А зачем вам гарнир? Котлеты с котлетами? Котлеты с хлебом. И горчицей. И горчицей. А велики. Ну они должны быть... Снимай, сгорят же. А! Лау. Так, чем снимать? Где моя лопата? Где моя лопата? Вот она, на-на. Вот она лопата. Тра-ля-ля-ля-ля. Чего-чего, отлично. Ты говорила, что они давленные и прочее, а они прекрасные. Представляете, какие великолепные получились. Просто, просто жуть. Жуть, да. Жуть, как говорит наш друг. Жуть. Жуть, какие великолепные. Класс. А это котлеты здорового человека. Ну да, конечно. Они прям красивее намного, чем мои. Во-первых, красивее. Ой, да, извините, русский язык, они мои родные, я уже говорил. Во-вторых, да, они красивые. Они влезли все. Значит, три сожрешь сырыми. Накрываю? Нет. Почему? Корочка. На сильном огне. Переворачиваешь, накрываешь, убавляешь до минимума. Пока появится корочка. Хорошо. Не трогай, это на Новый год. На Новый год. А эти можешь выбирать. Ну все, ну что. Вот, какой я молодец. Учитесь. Ты ее попробуй сначала. А что пробовать-то? Видно же, вкусно. Есть не будешь? Ну они горячие, как... Не руками же, вилкой. Во, то, что надо. Серый котик, они очень... Отличная. Ммм. Вкуснятина, блин. Ммм. Хорошие ты котлеты приготовила. Прямо, да, наши, родные, советские. Только муснее. Ну да, потому что соотношение мяса и не мяса в них должно быть и венасшим. Ну все, да. Пригрузья я дожарю оставшиеся котлеты, уберу кухню и рысно всегда забуду, что кто-то в этом доме, кроме меня, будет готовить. Приятного аппетита.